Один из факторов инвестиционной привлекательности региона – наличие особой экономической зоны. Технопарка «Масловский». Сейчас площадь этой зоны составляет 220 гектаров. В ней размещены 8 компаний-резидентов. Будет вложено 30 миллиардов рублей и создано 2500 рабочих мест. Всем компаниям, находящимся на территории социально-экономического развития, на три года продлены меры налоговых льгот. Мы также прорабатываем вопрос создания новых индустриальных парков. Я хотел бы об этом также сегодня рассказать. Два индустриальных парка мы сейчас прорабатываем. Первый индустриальный парк на территории Подгоренского муниципального района. Специализацией этого индустриального парка будет производство строительных материалов. Недалеко от этой индустриальной площадки находится предприятие «Евроцементгрупп». Здесь будут производить строительные материалы, в том числе и в рамках импортозамещения. Второй индустриальный парк мы прорабатываем на территории городского округа города Борисохлебск. Как я уже сказал, городской округ, город Борисохлебск должен стать новой точкой роста на территории Воронежской области. Все предпосылки для этого есть. Причем самая главная предпосылка – это культура промышленного производства, потому что на территории Борисохлебского городского округа всегда существовали промышленные предприятия, серьезные промышленные предприятия, входящие в том числе в нефтегазовый кластер и в агломерацию Борисохлебск. Такое очень выгодное географическое положение, которое ограничит с несколькими областями, с Волгоградской областью, с Тамбовской, с Саратовской областью. Все в непосредственной близости. Трасса М6, которая, соответственно, Москва-Астрахань, тоже очень выгодна. Сейчас в режиме санкций произошла переориентация на сотрудничество с российскими компаниями. Также активное сотрудничество ведется с Белоруссией. У нас действительно налажены очень тесные и взаимовыгодные отношения по следующим отраслям. Это строительство, это агропромышленный комплекс, промышленное производство и, конечно, культурно-гуманитарная сфера. Например, в поселке Стрелеце белорусы построили нам школу, а в Семилуках планируют построить школу и детский сад. Сейчас же они строят уникальный образовательный комплекс на Московском проспекте и стадион для команды «Факел». Выгода региона заключается в том, что при строительстве этих объектов белорусские компании полностью вкладывают туда свои финансовые средства. Они полностью привлекают финансовые средства и строят эти объекты за свой счет. Фактически, фактически используя свои ресурсы, фактически беспроцентно кредитуют. Воронеже вступил в силу новый областной закон о государственной поддержке и инвестициях. Теперь помощь могут получить как старые, так и новые инвесторы. Эта мера поможет привлечь в регион до 27 миллиардов рублей инвестиций. Также обсуждался вопрос о работе на территории Репьевского района компании «Синтез Оил», когда, наконец, его переведут из жилой зоны. Местные жители полагают, что организации оказывают вредное воздействие на экологическую среду. Я думаю, что в течение 2022 года будет найдена площадка, которая будет соответствовать всем необходимым санитарно-эпидемиологическим нормам, всем санитарно-защитным зонам для того, чтобы перенести это производство с территории Репьевского муниципального района. Также Данил Кустов отметил, что в нашем регионе перспективные кадры, которые можно подобрать под любые инвестиционные проекты, а также развитая промышленная инфраструктура.